9 мая 2023 года. На дворе 78-я дождливая весна со дня Великой Победы. В Северском районе по традиции прошли парады у домов ветеранов. Сегодня их осталось всего 9 человек. Каждого из них поблагодарили за ратный подвиг и вручили подарки. Праздничное настроение создавали песенные и танцевальные коллективы. Стройными рядами прошли военнослужащие 90-й зенитной ракетной бригады Афибского гарнизона. Василий Филиппович Черепов из Станицы Северской был тронут до глубины души. Он участвовал в освобождении Кубани, получил осколок мины в голову, выжил. Сейчас на свободной земле растут его внуки и правнуки. Поздравление принимал и Иван Никифорович Шумейко из села Львовского. Он с трудом видит и слышит. Сказывается старое тяжелое ранение. После войны продолжил самоотверженный труд, поднимая разрушенное хозяйство истерзанной страны. Я желаю только одного. Как можно больше будьте с нами, здоровья вам. А мы, следующие поколения, сделаем все от нас зависящее, чтобы правда передавалась от поколения в поколение. В глазах у ветерана Владимира Федоровича Сбитнева как будто легкое смущение. Его призвали в ноябре 44-го. После победы продолжил службу в органах МВД. Григорий Георгиевич Чаленко при полном параде встречал гостей уже у подъезда. На груди блестят ордена. Победу в 45-м он встретил в Болгарии. Ушел на фронт беззаботным 17-летним юношей. Вернулся другим, видевшим страх, ужас и боль. Этот день победы мы встречаем со слезами на глазах. Ведь эта победа досталась дорогой ценой. Погибли десятки миллионов наших соотечественников. Благодаря их самоотверженности, благодаря вашей самоотверженности, только благодаря лишь вам, здесь мы можем жить и находиться на этой земле под мирным небом. Мы живем счастливо, мы живем свободно и независимо. Спасибо вам большое. С праздником! С Днем Победы! На праздничную программу из окошка своей квартиры в многоэтажке поселка Черноморский смотрела Анна Ивановна Якушина. Это хрупкая женщина. Стойка принесла многие тяготы. Прошла Белоруссию, Польшу, дошла до Берлина. Служила телефонисткой. Спасибо вам за подарки. Анна Ивановна, вам спасибо. Низкий поклон. Как всегда, с завидной бодростью встретил гостей Владимир Федорович Акименко. Ну здрасте. Ну здрасте, Владимир Федорович. Ну вот и встретились. Герой освобождения Кубани и Кавказа. Почетный нефтяник. Сейчас живет с женой в поселке Черноморский. Недавно справляли золотую свадьбу. Здесь же проживает и Нина Ивановна Веривская. В годы войны была в блокадном Ленинграде. Несмотря на пережитые ужасы и лишения, жизнерадостность, кажется, никогда не угаснет в ее душе. Нина Ивановна – активный участник общественной жизни района. Александр Васильевич Просин переехал с семьей в станицу Азовскую не так давно. В 43-м на фронт уходил из Москвы. Старший сержант, командир зенитного расчета бронепоезда. Войну закончил в Пруссии. Кстати, кандидат математических наук. Работал в космической отрасли. На груди у Александра Павловича Кичика с трудом умещаются ордена и медали. Был призван в сентябре 43-го бронебойщик роты противотанковых оружий. Он – гордость страны, победившей фашизм и утвердившей мир на земле. Это день победы, ворокам права. Это праздник, вселенной войска. Это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова